Привет, друзья! Меня зовут Данил. Итак, ребят, недавно мне был задан вопрос о моем питании, о рационе, о режиме питания, которое я сегодня использую для сжигания подкожного жира. Итак, друзья, кто за мной следит, тот знает, что я начал так называемую сушку. Если честно, я до этого не планировал сушиться, думал, что я не буду этим заниматься, но, как говорится, душа требует чего-то такого экстремального и, возможно, что-то нового. Так что я начал уже диетить и составил для себя план питания, потому как без плана, без определенной стратегии тяжело следовать и придерживаться вот этого самого режима. Итак, друзья, по поводу питания все довольно просто. Я не люблю, когда сложно. И оно, как правило, так и получается, что чем проще, тем и лучше. Так что приступим, я буду тезисно все рассказывать. Что касается моего рациона, тут все довольно просто. Это абсолютно примитивные и всем доступные продукты из углеводов. Это, как правило, у меня три наименования. Овсянка, перловка и рис. Но, как правило, я использую только овсянку, потому как ее легко высчитать, ее быстро приготовить. И вообще она мне не надоедает. Так что основа углеводов – это овсянка. Что касается белковой пищи, тут тоже все очень просто. Это, как правило, три продукта. Куриное мясо, яйца и, возможно, молочные продукты. Но в этот период, жиросжигательный период, молока я буду потреблять гораздо меньше, чем до этого. Потому как я слышал, что есть такая тема, что молочные продукты в какой-то степени препятствуют жиросжигательному процессу. Так что с молоком я буду поаккуратнее. Фруктов, никаких из овощей, это, как правило, наша домашняя консервация. Это малосольные огурчики, помидорчики, еще какие-нибудь овощи. Овощ это будет как источник клетчатки. Сахаров и сладостей я никаких потреблять не буду, они не нужны. Я эндоморф, то есть толстожопик. И все сладкие вкусняшки будут только затормаживать и препятствовать жиросжигательному процессу. Так что никаких сладостей, то бишь никаких простых углеводов. А также побольше воды в течение дня, чай и кофе без сахара. Это то, что касается моего каждодневного рациона. Итак, переходим ко второму пункту, это режим питания. Никакого трогного питания, никаких приемов пищи каждый час или два. Всего у меня будет три приема пищи в день. Только три и не более. Никаких перекусов между приемами пищи я допускать не буду. По времени это выглядит так. Я буду питаться примерно каждые пять часов. Это прием пищи номер один, через пять часов прием пищи номер два и через пять часов прием пищи номер три. Каждый прием пищи себе содержит как углеводы, так и белковую пищу. Ближе к вечеру углеводов меньше, белков больше. Вот такой простой и примитивный режим питания, который я подобрал лично для себя. Знаю, что для сжигания жира многие предпочитают дробное питание, но мне это не очень нравится, это неудобно. Короче, дробное питание это не моя тема. Кому нравится, используйте, но я для себя сделал именно такой режим питания. То есть три приема пищи в день, но не более. Далее, ребят, я свою вот эту диету разделил на три так называемых цикла. В каждом цикле содержится три недели. Звучит вроде как сложно, но на самом деле все просто то нельзя. Итак, разберем один цикл, так как все три цикла они абсолютно одинаковые. Итак, принцип такой. Каждая неделя в цикле, каждую неделю в цикле я понижаю количество поедаемых углеводов. Выглядит это так. Первая неделя это 150 грамм углеводов. Вторая неделя 100 грамм углеводов. И третья неделя 50 грамм углеводов. И потом я все начинаю сначала. Таких вот у меня будет три цикла, то есть 9 недель по сути. Подобный способ на себе я уже испытывал. Для меня лично он работает. Для меня этот способ питания не мучительный, довольно комфортный. И самое главное, что каждую неделю без торможений я сжигаю подкожный жир. Третья неделя в цикле самая, конечно, мучительная. Это 50 грамм углеводов. Это довольно мало. Дефицит энергии. Затормаживается обмен веществ. То есть, когда вы чувствуете себя уже плохо, даже порой в каком-то, знаете, тумане, в полуоморочном состоянии. Это означает то, что обмен веществ замедляется. Но когда вы начинаете опять с первой недели, то есть со 150 грамм углеводов, то все приходит в норму. Обмен веществ начинает ускоряться. И подкожный жир начинает, короче говоря, таять от дня ко дню. Что касается читмила или чит дня, так называемого, то есть высокоуглеводного дня, то первые три недели, вот этот первый цикл, я его применять не буду. Я хочу позволить своему организму войти в это русло, в этот вид питания, настроить свой организм на жиросжигание. А потом, начиная со второго цикла, я каждую неделю буду один раз в неделю, скажем так, читмилиться. Ребят, что касается подробной информации об этом питании, о моем рационе, режиме, вы увидите в текстовом виде, в описании под этим видео или в комментарии под этим видео. Друзья, ну я вроде бы ничего не забыл, это все, что касается моего питания, режима и вот этих вот самых циклов. В данный период так питаюсь я, я не буду вам советовать делать точно так же. Все мы разные, у всех у нас разный обмен веществ, но возможно кому-то из вас будет это интересно и что-то вы для себя почерпнете. Короче, на этом все, я надеюсь видео было для кого-то из вас полезным, а с вами был Романов Даниил, всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока, друзья!